Они никогда не ошибаются в людях, никогда не подружатся с тем, кто не способен их полюбить. Усатые, полосатые, пушистые, гладкошерстные. И каждый со своим характером. Объединяет их одно. Как и люди, они хотят заботы, тепла и ласки. Об этом и напомнили гостям эко-парка Лукоморья во Всемирный день кошек. Это сегодня наш хозяин Борис, кот Борис. Он в одежде мушкетёра сегодня у нас представляет. И сегодня радует всех участников. В этот день в эко-парке организовали выставку четвероногих. Можно было не только смотреть, а и забрать понравившегося питомца домой, но с определенными условиями. Чтобы забрать котика, нужно подписать заговор, что несут ответственность. На праздники можно было приготовить пряники в форме кошек по рецептуре 17 века. Использовали только натуральные ингредиенты – мёд, муку и сливочное масло. Есть ещё добавки корицы, имбирь и гвоздика. И они добавлены в небольших пропорциях, чтобы это была витаминка для наших деток. Дети рассказывали стихотворения и лакомились полезными пряниками. Вы люди бедной кивки, не нравится указать фасивки. Можно посмотреть котят, нарисовать аквагрим бесплатный. Зачем я сюда приехала? Затем, чтобы делать что-нибудь полезное для себя, узнавать что-то новое. И я сделал пряник. Девчонки и мальчишки соревновались в конкурсе рисунков «Коты, кошки и котята». Работу победителя «Экопарк Лукоморье» опубликует в своём журнале. Я рисую котика, который был сереньким. Но, правда, у него не было имени, поэтому я ему придумала имя. Я ему придумала имя «Барсик». Мы рисуем рисунки на конкурс. А что будете рисовать? Котика. Взрослым тоже не пришлось скучать. Для них проводили консультации. Специалисты рассказывали, как правильно кормить питомцев. Килограмм корма не должен стоить дешевле килограмма мяса. В составе не должно быть муки или кукурузы. Корма, которые беззерновые, без всяких добавок, они очень сытные. И животные от этого не болеют. А если мы будем кормить дешёвыми, то начинается мочекаменная болезнь, начинают зубки болеть, начинают болеть кишечники и так далее. Мы советуем кормить только качественным кормом. Консультировали и по стрижке пушистых. Занимает процедура всего 15 минут. Повторять её нужно раз в 4 месяца. Стрижка котов – это не обязательно. Это прихоть хозяина. То есть шерсть в доме, и люди хотят устранить эту проблему. Аллергия часто бывает у людей, у детей. Поэтому это первая причина, почему приносят котов на стрижку. Также это образование колтунов. Это такие комки, которые невозможно прочесать. Участниками праздника стали более тысячи жителей и гостей города. Виктория Дульцева, Делевер Меджитов, информационный канал Севастополя.